Друзья, приветствую! Фанис из Республики Коми прислал посылку с образцами масла Волга-Ойл Universal M8V Avtol. Так, вот подписано. Вязкость Pasae 20. Ну и две баночки. Свежая отработка. Давайте посмотрим. Такое масло я еще не проверял, поэтому создам эталон, а потом посмотрим на отработку. Так, заранее создал болваночку. Сейчас обновлю спектр. Вот такая спектрограмма обновленная. Никаких тут и стеров, ничего. Тут все гладенько, чизненько. Посмотрите, по нулям вообще. Тут даже что-то в минус одну сотую ушло. Далее выбираю это масло. Сейчас посмотрим, что намерит. Сам, кстати, производитель заявляет. Щелочное 4,91. Так, смотрите, противоизносных нули. О, щелочное 6,4. Кислотное 1,24. Да, низкая изольность у масла. Ну, видно, что фосфора цинка, походу, здесь вообще нет. Похоже, Волга Уилл даже не знает, что это такое. Шучу, конечно. Так, но, тем не менее, вот такие показатели. Щелочное кислотное я даже трогать не буду. Все, на мой взгляд, соответствует. Естественно, уровень противоизноски я поставлю как сто процентов. Шучу. Нет, оставлю так нулем. Подкорректирую гликоль, но там сажу. Так, все. Эталон создан. Давайте проверим отработку. Это Kia Rio у нас 14 года. 1,4. Бензиновый мотор. 138,5 тысяч пробега общего. 3000 на масле. Со средней скоростью 27 километров в час. 101 с моточасов. Использовался с июнь по сентябрь. Так, смотрите. Нифига ся. Добавилось 3 процента противоизноски. Здесь появился гликоль. Кстати, три десятые. Вопросик. Сажи немного, две сотые. Чуть-чуть подросло. Но, в принципе, и пробег небольшой. Значит, кислотная и понизилась щелочная. Если не брать во внимание противоизносную присадку, то, в общем-то, масло еще живое. 110 часов за эти деньги. Как вариант. Ну, вопрос только в том, актуальный, что с противоизносной. Ну, понятно, что там какой-то старый пакет, наверное. Хотя, непонятно, что за пакет. Я, честно говоря, не знаю. Врать не буду и путать вас. Давайте посмотрим, что с вязкостью произошло. Что там у нас с полимерным загустителем. Хотя, я думаю, что Волга Уэлл тоже не заморачивается насчет этого. Они один раз видели этот полимерный загуститель в американском кино. Неважно. Смотрите. Вот вам, пожалуйста, все тоже неплохо. Вязкость 20% от максимальной. То есть, вполне себе вписывается в такую городскую эксплуатацию. Ну, здесь, как она, в общем-то, скорость высокая для города. 27 километров в час. Да, не забывайте, кстати, отметить видео. Подписывайтесь на канал. Нажимайте колокольчик. Так, не пропустите уведомления. Для города высокая. Но, учитывая, что пробок нету. Ну, и часть трассы вполне себе. И вот такой прогноз получился. Посмотрите. 200 часов на данном масле по омоющим, нейтрализующим свойствам вполне себе результат. По соотношению цена и качество, наверное, одно вообще одно из лучших. Вот. Нитрование тоже, в общем-то, в порядке 250 моточасов. Ну, и по вязкости вообще вопросов нет. То есть, вот так отработала М8В. Пишите, что думаете по этому поводу. Какие мысли. Я даже не знаю, что тут комментировать, честно говоря. Допуски старые. Но в какую-то технику такую, отечественную, там, которая не жрет масла, почему бы нет старенькую, там. Хотя старенькую и не жрет масла. Но нонсенс. Видите, человек не побоялся в 14-го года Киа залить ради эксперимента. Спасибо ему за это. Вот такой получился тест необычный. Необычный. Благодарю Фаниса за предоставленные образцы, за поддержку канала. Все, кто посмотрел данное видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока.